Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум и Лежи Александр, и мы вместе с вами продолжаем проходить игру под названием Battle Cats. Ну а сегодня мы попытаемся получить безумную манеку. Наверняка вы помните все обычную, правда я её практически никогда не использовал. Только несколько раз, очень-очень-очень давно, в самом начале, когда у меня вообще практически котов не было. Возможно, эта манека будет гораздо лучше и, наконец-таки, найдёт себе применение. Что ж, давайте стартовать, и начнём мы с уровня в Японии. Энергии он требует 200, и если учитывать, что здесь будет несколько этапов, то эти этапы будут, по идее, очень жёсткие, потому что 200 энергии обычно только серьёзные уровни столько занимают. Ладно, пока будем надеяться на лучшее, и надеяться, что всё же я смогу её выбить. И вот возникли некоторые, друзья, споры по поводу моего нового легендарного кота. Кто-то недоволен, что он у меня появился, но я думал показать его, и всем было бы, мне казалось, интересно, но, видимо, нет, и я не знаю. Ну, она мне нравится. Конечно, по своей мощи она оказалась не такой уж и крутой. Да, она примерно на уровне некоторых уберов, но она красивая. Давайте пока поиспользуем её. Если потом потребуется её заменить, поставим на её место кого-нибудь другого. А пока будем наблюдать, и за ней тоже, но и за манека. Ну, манека выглядит примерно так же, как и раньше, только она стала чёрно-белой, и у неё обезумели глаза, она выглядит реально жутко, как будто в неё вселились какие-то демоны. Возможно, сам сатана, и это меня немного пугает. Хм, по сравнению с... У меня даже, по-моему, есть две каких-то манека. Обычная, ещё какая-то, и теперь будет ещё и эта. Но я бы не сказал, что она мощная, как враг, и практически никаких проблем мне, в общем-то, не доставляет. Я довольно лихо с ней справился, и у неё, слушайте, уникальная моделька смерти. Я заметил, что в последнее время в катах стали появляться уникальные модельки смерти, то есть улетание на небо. И она улетела, и, кстати, за первый же уровень мне этого не дали. Ну, Крэйзит Манека. Придётся всё-таки по всему миру попутешествовать, чтобы её получить. Теперь мы отправляемся в Лондон. Почему она убегает по всему свету от меня? Я не знаю. Лучше бы она сдалась сразу в первом уровне. К тому же у меня есть сокровище, я бы мог её подкупить, но она не захотела. Не захотела? Ладно, будем пробовать её получить в следующих левелах. Тут уже 360 тысяч. О, маленькие! Ха-ха! Стигманы Звёздные Войны! Вот это круто! Вот это уже круто! Точнее, Стигманы Джедаи! Ну, или Схитхи! Я не знаю. Это круто! Это просто выглядит прикольно! Я бы даже такого кота, если их можно назвать котом, получил бы в свою бригаду. И ещё вы говорите, что вот наша Жанна, она не кот. Ну, конечно, она не кот, просто всех бойцов своей армии я называю котами. Ну, просто это Батлкэтс, потому что. Это Батлкэтс, значит, она тоже кошка, просто принявшая человеческий вид. У неё даже, вон, вроде на щеках усы есть, если я не ошибаюсь. Или это просто какие-то разводы каракулей или боевая раскраска. Ну, она просто пускай будет котом. Также гораздо милее, ёлки-метёлки. Кот-кот. Так, у нас тут металлический гиппо, и вот он неприятен, неприятен. Были бы у меня критовики, было бы гораздо проще, но я думаю. Итак, справимся. Так, чё вы построили? Давайте богамута построим. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. И вот ещё говорят, что опять я использую котов, которыми сложно проходить, но пока у меня за последнее время было всего лишь две проблемы с двумя левелами. Это левелы зомби. Вот с ними у меня действительно проблемы. Во всех остальных уровнях у меня получается сражаться, у меня получается котов добывать и проходить челленджи. Так что, в общем-то, они такие и большие у меня проблемы. Ну, ещё я не могу пройти космический уровень, но просто потому, что там нужно собирать все сокровища, а я пока их ещё не собрал. Когда соберу, возможно, и пройдём. Так, ну а пока? Пока не будем нагнетать негатив, друзья. Давайте не будем нагнетать негатив. Всё нормально. Каждую серию что-то происходит. Каждую серию мы практически добываем новых котов. То есть, я не вижу причин для обиды или какой-то грусти. Всё здорово. Надеюсь, вы понимаете меня. Такс. И опять же, опять же, мы вызываем масса Муна. Вызываем её. И, возможно, просто для разнообразия некоторых котов стоит использовать. Ну, просто... Ладно, уже на эту тему я говорил. Короче, сражаемся, сражаемся. Сегодня у нас Манека. Сегодня у нас Крейзит Манека. И почему она Крейзит, я не знаю. Могли бы сделать просто истинную форму ей. Но поглядим на её характеристики. Поглядим на характеристики. Пропишите их, пожалуйста, в комментариях под видосом. Если вам не лень. Или я уже потом сам посмотрю. На кошачий вики. Такс. На который, кстати, я стал в последнее время заходить довольно часто. И для прохождения многих уровней, где у меня возникают проблемы, у меня нет просто котов. Вот реально нет их. Так что даже я не знаю, как... Как стратегию использовать, если нет котов. Я пытаюсь их добывать. Каждый челлендж стараюсь что-то... Что-то сделать. Такс. Ладненько. Ладненько, ладненько, ладненько. Давайте биться. И... Что-то она не убивается. Что-то она вообще не хочет убиваться. Что же с тобой не так, Манека? Оба-на! У нас уже вторая Джанна вышла. А Манека все еще живет. Видимо, ну опять же, бегемот. Все делает бегемот. Богомут. Вот Богомут сейчас вопрос быстренько порешает. И у нее, кстати, вот одна маленькая фиолетовая свечка слева на ее ринге, на ее сцене, где она танцует. И это вот мило выглядит свечка. Но ладно, все равно мертвая Манека не может выглядеть мило, потому что она погибла. Поэтому вот так вот. Да, бегемот, погибаем же. Гиппа, гребаный, гиппа. Жесть. Жесть. Надо все-таки взять какого-нибудь критовика хорошего себе в команду, просто чтобы вот такие случаи. Потому что практически со всеми я могу биться, кроме вот металлических. А раз в этом уровне, в этих левелах появляются металлические, надо кого-то взять. О, максимальное количество котов. Делаем какие-то сотни, просто тысячи ударов по бегемоту, а пробить его не можем. Критов не хватает. Давайте хоть базу доломаем по-быстрому, да и все. Там у базы осталось всего лишь 75 тысяч хп. И пам! Убили. Убили, убили, убили. Так, редкий билет. И Манека еще не выпала. Черт. Хм, почему? Жесть, ладно. А идем в Нью-Йорк. А что остается делать? Давайте я заменю несколько котов. Так, возьмем, посмотрим, кто у нас там есть из критовиков. Где крит? Вот крит, да. Поглядим, кто, кто, кто. Манека, кстати. Вот Манека. Наверное, не зря. Не зря здесь требуют скоты с критами, потому что Манека... Вот еще есть новогодняя Манека у меня, да. Так, Берсерка. Хаябасу давайте вместо Масамуна, наверное, возьмем. Парень у нас, он хороший. И возьмем, ну, без критовиков. Может быть, Айленд Кэта давайте возьмем. Вместо, например, вот тебя. Просто, опять же, для разнообразия. Он у меня, к тому же, очень неплохо вкачан. И хочу еще взять вот этого парня с трайк-юнита. Так, где он у нас тут? Только не знаю, на кого его заменить. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Что же за жесть-то такая? Где же ты потерялся, друг? Вот ты, вот ты. Стоит всего лишь 4100. Находится практически в самом конце. Значит, он, наверное, реально неплохой. Вместо возьмем, пожалуй, ее, да. Такс. Что ж, битва начинается. Надеюсь, я сделал правильный выбор. И все-таки, все-таки неудачи меня не постигнет. Такс, начнем, наверное, с строительства нескольких вот этих вот островов. Не знаю, насколько хорошо они критуют и критуют ли вообще. Я забыл прочитать их характеристики. Но, да, ничего страшного. Просто, просто будем надеяться. 720 тысяч хп у гребаной статуи свободы. Почему так много для меня остается, на самом деле, пока загадкой. Ну, реально много. Значит, впереди что-то будет прям неприятное. Настолько, насколько это возможно. Вот тогда. Вот тогда. Вот тогда. Оу, а, зомби, ангелы. Что-то, мне кажется, я немного прогадал с комплектом. И нужно было строить больше уберов. Так, копим, друзья, на уберов. Потому что без уберов здесь явно будет не очень. Эти обезьяны зомби делают очень-очень больно. А коты острова по 1200 отъезжают так быстро. Мне это не нравится. Я люблю более твердых котов. Скажем так, твердую валюту, в которой я уверен. А вот в этих счетах я не особо уверен. Они еще даже как-то до мета мы добрались. Не знаю, как они до нее дотянулись. Как они, в общем, удряются ее бить. Видимо, у... А, у кого-нибудь конь, да? Небесный скакун. У него большая дань с атаки, по всей видимости. Ну, что ж. Что ж, что ж, что ж. Был бы... Был бы я немного предусмотрительнее. Я бы пораньше построил уберов. И было бы, конечно, получше. Было бы, конечно, получше. Все-таки Айланд Кэт мне что-то здесь вообще не зашел. Вот страйк юнит показывает себя достойно довольно-таки. Хаябас, я уверен, будет неплохо сражаться. А вот кот за 1200. Что-то не общий. Я пытаюсь его время от времени использовать. Мне нравится, как он выглядит. Но его мощь, что-то мне... Неправильно, видимо, его как-то использую. Не в тех совершенно случаях. Почти всегда он отъезжает. Я трачу на него кучу денег, времени, силы. И, в результате, все-таки легендарный кот бьет немало. По демоджу он неплохо. Скорость у него довольно неплохая. ХП маловато. Да, и данность хорошая. То есть, в общем-то, это неплохой кот. Я не знаю, почему на него прямо гонят. Что просто полное говно. Ну, давайте не будем уже прям преувеличивать, да? Да, возможно, есть кот и получше. Но он и тоже не самый плохой. И если он есть, надо его использовать, хоть иногда. Такс, ну все. Здесь мы просрали, друзья. Если мы сейчас быстрее коня не убьем, а мы коня быстро не убьем, тут будет беда. Да, да, да. Не хватило, не хватило, не фартануло, не повезло. 34%. Ну, в общем-то, могли пройти, могли пройти. Ведь так ведь? Давайте пойдем все-таки и пройдем. Я эту хрень за 1200 заменю на кого-то более интересного. Давайте посмотрим. Так, не здесь. Возьму какого-нибудь Убера, да? Пускай будет Убер. Пускай будет Убер против ангелов как раз-таки. Почему нет? Так, и поступлю. Текс, Энджел. Поглядим, поглядим, поглядим. Кто у нас тут имеется? Имеется у нас Коппермайн, Десмун. Десмун может взять, только в другой форме. Принцесса Кагуя. Стоит она недорого. Будет наравне, наверное, сражаться с Кассаджизиком моим маленьким. Или Хроноса взять. Да и все, и не парятся. Давайте возьмем принцессу Кагую. Хочу ее поиспользовать, посмотреть на что она способна. Стоит она в два раза дешевле, и по идее она неплохо должна сражаться. К тому же это Убер, а Уберы за 600 неплохие. Вон Кассаджиза за 750 Убер больно бьет, много вносит. Окей, батл начинается. Понеслась. А сразу построю несколько. Правда, вот, друзья мои, проблемка-то в том, что нужно поскорее на Убера накопить. Да, так и сделаю. Пока деньги не трачу на всякую ерунду, мне нужны серьезные ребята. Мне нужно, мне нужно построить быстрее метаму. Давай. Надо принцессу Кагую наверх перенести, чтобы можно было быстрее на нее нажимать, так как я что-то долго, долго прожимаю ее. Так, ну что, пока нормально, пока нормально. Пробиваем, пробиваем противника, строим принцессу Кагую. Все-таки я решил на Убера накопить тогда, когда пойдут более сильные враги, когда я их поубиваю, и заработаю на этом какие-то денюжки. Пока просто спамим. Ну и про Катаванной забывать нельзя. Я хочу поскорее получить его истинную форму. У него есть истинная форма, довольно крутая. Я хочу ее показать вам и, в общем-то, самому посмотреть, как это будет в виде анимации работать. Так, все, появляется у нас Убер. Враг находится при этом достаточно далеко, и мы не подпустим его так близко к базе. Что с гориллой случилось? Как она прорвалась? Она погиб... А, она под землей, видимо, пролезла, да? Ах, сквотинка неприятная. Неприятно, неприятно это было. Прям очень неприятно. Я недоволен происходящим. Ладно, строим больше котов. Строим принцессу Кагую. Она и перезаряжается быстро. Дальность у нее неплохая. Не знаю, сказал я об этом, не сказал, но дальность у нее прям-таки нормальная. Нормальная. Давайте, пробьем уже их. Ну, че вы в самом деле? Мы ж можем. Может, денег не хватает? Блин, кто так жестко? Уже тюлень какой-то появился? Его в прошлый раз, по-моему, вообще не было. Откуда он взялся? Или... Э, что они так жестко отбрасывают-то нас? Что-то в прошлый раз, по-моему, мы и так... Прям печально сливали. Здесь что-то пошло не по плану. Не хватает денег. Давайте, строим котов. Не бейте базу только. Не бейте базу. Мы не должны подпустить к базе. Давай-давай. Всех строим. Всех строим. Вроде бы не подпускаем, но если доберется он до базы... В прошлый раз 34% всего лишь осталось. Это сущие копейки. Давайте. Мы должны добить в этот раз. Кому же команда у нас мощнее? Построили уберов мы раньше. Враг находится дальше. Давай, построим тебя. Тебя на хайбасу не хватает. Куда-то я все деньги потратил. Почему-то на хайбасу не хватает. О, хайбаса появился. Надо было его пораньше построить. Были бы деньги. Построил бы обезьяны мерзкие. Черт, они прям добрались до базы. Под землей. Неприятно. Ой, отбросили. Отбросили хотя бы коня. Уже неплохо. Давайте его добьем. И все. И расслабимся. И пойдем дальше. Или получим наконец-таки эту манеку. Ребятки мои. Котики. Котихи. Давайте, давайте, давайте. Денег нет. Денег нет. Нет, 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 нет. Отбрасывай ты нас так жестко. Мерзкий конь. Ай-яй-яй-яй-яй. Обезьяны здесь. Да сколько там у коня хп? В конце-то концов, ну. Че тут долго погибает? Неужели что кот остров реально столько выносил пользы, что в этот раз без него мы никак не можем что-то сделать? Я, что в моей голове это не укладывается почему-то. У нас уже вон еще один страйк юнит вышел. А конь все еще живет. Это ведь конь босс, да? Ну по-любому должен конь являться боссом. Кто же еще? А погибать он не собирается. Я просто понять не могу. Кто ему столько дэмэджа в прошлый раз вносил? Реально ведь. Не вяжется в голове, не вяжется. О, убили, наконец-таки. Убили. Фух. Буду, буду говорить, что страшно было. Было страшно, действительно. Было неприятно. В один момент я подумал, что все, опять проиграю. И не дотяну буквально там нескольких процентов. И это было бы просто обидно. Это было бы просто обидно из-за потраченного времени и все такое. Так, принцессу Кагуи надо попробовать использовать еще и в другой форме. Часто мне про нее говорили, но я вот до сих пор понять не могу, в какой форме она все-таки получше. И в какой форме пользы от нее побольше. Вторая форма, кстати, выглядит довольно жестко. Такие шары, гигантские глаза. Жутко даже, немного жутко. Хотя, ну стильно, стильно, стильно. Так, сломаем, ломаем базу. Наверное, в прошлый раз я просто построил более грамотно богамут, а он успел больше ударов нанести. Мне кажется, дело в этом. Могу ошибаться. Ну ладно. Как бы победителей не судят, главное, что мы левел прошли и не проиграли. А все остальное, в общем-то, ерунда. И в первый раз для получения крэйзи-ката необходимо столько сил приложить, потратить. И это странно. Редкий билет, спасибо. 30 еды, фул и... Так. Так, 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 так. У нас тут левел in the moon. И, походу, вот именно в этом левеле мы и должны получить эту манека. Но нельзя использовать предметы с этого уровня в этом уровне. Ну что ж, надо пробовать, надо проходить. Я не знаю, боюсь, что здесь может меня постичь просто большая неудача. Без бонуса будет тяжеловато. Фух. Хотя, в начале довольно много обычных трэш-юнитов. И, по идее, за них я могу получить какие-то деньги. Ой, за них вообще копейки дают. Если за них... Они за них вообще, походу, денег не дают. Ха! Вот на что я внимание обратил. Прям реально, походу, вообще денег не дают. Так, ладно, главное... Хотя тут уже враги жесткие пошли. Думал, до базы главное не добраться, до вражеской. Но тут, видите, что получается. Они не дадут мне добраться. Походу, врагов здесь будет очень много. А без уберов, вот тяжеловато вначале. Я привыкаю к ним, да. Давайте, коса джиза. Оп, пошли денюжки, пошли денюжки. Это хорошо. Денюжки, это хорошо. Нам бы еще одного тюленчика убить. Чтобы еще денег получить. Отлично. Давай начнем с себя. Окей. А дальше будет видно. Будем посмотреть. Будешь ты пробивать пришельцев? Не будешь ты пробивать пришельцев? Ну, пробивает, пробивает. Это радует. Это, несомненно, очень, очень, очень радует. Так, главное, теперь позиции как бы свои... Ой-ой-ой, хорошо. Позиции свои не потерять. Молодчина, молодчина. Хорошего демоджа ты им, видимо, внес. Появилась метамонька. Надо базу больше прокачивать. Ой-ой-ой. Надо больше прокачивать базу. Прокачиваем. И... Оу! У нее вообще какой-то жесткий пьедестал стал. Я это, не знаю, это, видимо, ее истинная форма, крейземонека. И она здесь будет жесткой. Вот кабан жесткий. Жаль, метамы рядом нету. Кабан насаживает на свои клыки моих котов. Будь здоров, только в путь. Только в путь. Метама, молодец. Замедляй. Так, тебя, 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 тебя. Жаль, что не смог котов заменить перед этой битвой. Жаль, что не смог котов. Надеюсь, тут можно будет продолжать за банки. Банки, в общем-то, у меня есть как раз-таки на такие случаи, чтобы котов новых все-таки я мог получать. Кто это сейчас убил всех моих котов? Жестко кто-то очень больно сделал. Прямо всех моих котов снес. На раз, два. Это было неприятно. Так же нельзя поступать. Но мы ее пробили, в общем-то. Дэмэдж ей вошел. А это уже радует. Раз ее отбросило, нам бы пришельцев убить и кабана. Вот это было бы здорово. Давай, кабана бы добить. Кабана, кабана, кабана. Ну, добейте вы кабаната. Ёлки-бентелки. Богомут, давай ты подерешься с ними. Пробьешь кабана, я надеюсь. Хорош. Несколько ударов хотя бы сделай перед своей смертью. Уже будет большая-большая от тебя польза, друг. Буду очень тебе благодарен. Эх. Давай, давай, метамонька, метамонька. Ты не погибай, та хоть. Ой, хорошо. Ой, хорошо, 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 хорошо. Строим сразу всех. Ее отбросили. Но получается пока. Получается. Там еще, правда, партия с кабаном идет. Ну, нет, нет, нет. За что мне это? Ну, зато на середину карты хотя бы удрали. И Богомут все еще жив. Возможно, успеет пару дычек нормальных сделать. Давай, Богомутик. Страйк-юнит перезарядился. Можно его опять построить. Не, ну тут мы уже как бы мощь, массу набрали свою боевую. И теперь... Теперь-то враг... Ой, она больно бьет. Вот в чем проблема. Это она бьет волной. Заметил сейчас и... Ой-ой-ой-ой-ой. Че от все коты мои погибли-то? Ой-ой-ой. У метамонька погибла. Хотя, вроде и без метамы пока получается. Давайте прокачиваться. Все равно покупать нечего. Манека, ну... Весь же дэмэдж по тебе проходит. Че ж ты такая живучая, сволочуга? Че ж... Надо так сил много потратить, чтобы тебя получить. И самое неприятное, что она убивает полностью весь мой спам. И... Блин, ну вы видите. И мои коты уберы находятся... Оказываются на линии огня, скажем так. И это неприятно. Вот это большой минус. Она просто лишает всего спама. Тут, походу, нужно строить именно котов подороже, чтобы этого не происходило. Чтобы они являлись именно непроходимой стенкой для противника. Или надо ее сейчас ударить, чтобы она просто отлетела. Потому что она не хочет отставать от моей базы. Она находится очень близко и... Жесть! Так все хорошо было, пока она не запустила несколько волн. Это просто неприятно! Это просто неприятно! Ай-яй-яй-яй! Ну как же так-то? Ну что ты за сволочуга-то такая? Ах ты негодяечка! Ах ты сволочушка! Ах! Ладно. Ладно. Не получилось. Но в следующий раз обязательно мы этот левел пройдем. Или, может, я пройду его без вас. Не знаю. Попытаюсь. Большое вам спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Просто времени для серии не хватило. Так бы пошли дальше. Спасибо вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok